Минимализм и лаконичность, недопроявленность форм и при этом физическое ощущение динамики и оживающие вечные образы. В галерее Виктора Иванова открылась выставка настоящего, поразительного современного искусства. В переводе с греческого «апология» значит «оправдание», «защитное письмо» или «похвала». В произведениях, представленных на выставке, есть оба этих смысла. Такое ощущение, что автор очень бережно касался работ, с большой нежностью и любовью к каждому образу. Каждое произведение отсылает нас к одному из библейских сюжетов. Это апология, это некий сбор евангельских сюжетов, вход в Господь в Иерусалим, добрая самаритянка, Мария Египетская, поклонение Христу. Все такое вот на... ну это ни в коем случае нельзя в православную коннотацию все это погружать. Это такие общечеловеческие вещи. Это возвращение Сына, это поклонение Божеству, это любовь к Матери. Это путешествие в пустыне. Но это такие большие вещи, которые просто автор собрал в законченную экспозицию. В современном искусстве имя скульптора Бориса Черствова занимает особое место. Автор многочисленных проектов и установленных в разных городах России памятников. Автор памятник воинам-интернационалистам в Самаре. Памятник погибшим журналистам, который в этом году только откроют в Москве, уже после смерти создателя. Заслуженный скульптор России, он оставил миру свои удивительные по красоте работы. Уникальные произведения современного пластического искусства. Фактически это отливок. Причем отливок таким образом, что вот это изначально просто пласт воска, который руками мастер с той стороны продавливает. И дальше этот пласт воска заливается в форму. Потом воск уходит, выпаривается и бронза остается. Причем в момент отливки, вот на этой данной конкретной работе, произошла трещина, форма лопнула. И вот эти вещи образовались в тот момент, когда бронза застывала внутри. Но при этом получился эффект как будто бы состаренной работы. И она стала глубже, она как будто бы внутрь ушла. И из-за этого получился объем, из-за того, что вот эти вещи, видите, они еще запатинировались. Проект скульптора Бориса Черстого в Апологии не похож ни на какой другой. Глубина и искренность, минимализм и осторожное, бережное отношение автора к сакральному, личному и одновременно главному, неподвластному времени. Проект, посвященный христианской тематике, представляет собой сочетание графики и скульптуры. Аскетичные образы являют зрителю абсолютное состояние духовного, транслируемое от автора. Восхитительные работы, которые высочайшего мирового уровня. И их просто необходимо увидеть для того, чтобы понимать, насколько сейчас широко и богато представлено русское искусство, именно русское современное искусство. Я надеюсь, что все найдут возможность прийти, посмотреть, насладиться этими великолепными шедеврами. Бронзовая скульптура, идущая в пустыне, объединяет экспозицию в цельный проект. Приверженцу архаической образности скульптуру важна первозданность формы, мягкая фактура бронзы. Выключившийся в связи с аварийной ситуацией свет в галерее лишь дополнил атмосферу древней вечной темы экспозиции и обеспечил временное погружение зрителей в некое внепространственное. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».